Не, ну это пиздец, конечно, полный Знаете, это хороший трехзвездочный турецкий отель, что я могу сказать Что ты думаешь о этом корабле? Вон сидит Роджер Вер, криптомиллиардер Кто-то стучится Интересно, кто там Всем привет, чуваки, мы в Барселоне Со мной Кэдди Кэдди Лена Не Мяро, а Кэдди Это тот, кто в гольфе носит клюшки Спасибо, если А, да? Мы прилетели Вот так это все выглядит И сейчас у нас очень важная штука Нужно забрать наш багаж Мы приехали сюда на блокчейн круиз Потом на футураму И везде у нас есть типа стенда И вот этот стенд мы привезли с собой Нужно будет его собрать Все свои Наложницы несут багаж Я никогда не был на круизах Тем более блокчейн круизах Вообще на корабле практически не ездил Интересно, что из этого получится Хочется, чтобы не было никаких пьянок Было много работы Прикольных знакомств Топовые спикеры Со всеми зацереть У всех взять интервью Со всеми занотворкать Всем пропиарить биржу И не пить, не пить, не пить, не пить Все, не пить Мы не пьем Мы сейчас ждем чувака Который возьмет весь наш багаж И повезет его на лайнер У нас будет большая такая штука Инсталляция Арт-объект Как это моды сейчас называть И ее вот везут Вот все вещи наши На штуке Ге крипто Уру Кри mission Уру Кто будет со мной стоять на краю с кругами? Ну ваум Хотел сказать Брэд Питт, Брэд Пирс. Мы живем на седьмом этаже. По-моему, круче только восьмой этаж. Вот так это выглядит седьмого этажа. Это четвертый и дальше вниз. Давайте посмотрим номер. Про этот номер ходят легенды. Ну, будут. Кстати, такая очень интересная штука. Опа! Так, нам вон туда. Не, ну это пиздец, конечно, полный. Это просто как... Что это? В целом, конечно, ужасно отвратительно. Что это за... А-а-а! 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 А-а-а-а! Самое интересное, самое интересное, самое интересное, что у других людей, кто живет на других этажах, он еще меньше. Как? Как? Хух, кто был на круизах, я первый раз, я не знаю, может быть, это нормально, но выглядит это ненормально. Что такое все сраненькое, старенькое, потертое, потертое седло. Вон, опять скрипит, потертое седло. Вон, W-отель, вот там нормально, я там был, там отлично, там пляж, там вкусно, там все новенькое и свеженькое, и я уверен, что это стоит 10 раз дешевле, чем этот круиз. Я, кстати, спикер, да, я не платил. Так, мы наконец-то пробрались на верхнюю палубу, где сеньоры и сеньориты сжигают жир. Посмотрим на это. Это, на самом деле, уже 25-й подход, первый был 60 раз. Привет, я Алексей Оливьера, и я вам хочу рассказать, как вы можете с помощью моей уникальной стратегии заработать на бинарных опционах с плечом. Ладно, если серьезно, кажется, что здесь вообще нехрен делать. Внизу еще холл, еще есть пару рестиков, по-моему, все. Все, самая максимальная веселуха, это накидываться вот у этого бассейна. Сегодня седьмое, мы вот езжаем, завтра восьмое, это Монако, в девятого весь день на воде, выступаю, в десятого это Ибица и Футурама. Я очень жду много от Футурамы. Можно? Это, я так понимаю, главный зал. После ужина будут показывать Любовь и Голуби. Говорили мне, говорили, чем они на курортах-то этих занимаются. Сейчас покажу, вот у ребят с Краснодара, Сочи, вот что-то внутри должно екнуть. Помните, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе, вот эту штуку. Tokens change. Блин, ну, знаете, это хороший трехзвездочный турецкий отель, что я могу сказать. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как вам этот трехзвездочный турецкий отель? Отлично. Как вы делаете? Я благодарен. Так, у вас есть какие-то планы для сегодня? Я получу возможность связаться с этой прекрасной комитетом людей. Что вы думаете о этом корабле? Это большой. Это большой, и выглядит как мою бабушку, понимаете? Да. Это очень старый. Это не о том, где ты идешь, а о том, кто ты с тобой. О, это хорошо. Трехзвездочный турецкий отель, а о том, что я не знаю, как одевается в спасательный шлет. Вон сидит Роджер Вер, крипто-миллиардер. У него где-то 250 тысяч биткоинов и еще столько же, наверное, или больше биткоин-кэша. Ни охраны, ничего, вообще никого. Просто, блядь, сидит лысый. Лысый чувак какой-то, и все. Наверное, это его лучшая защита. Это утро. Второй день. Роман Вишневский планирует свое действие. Ром, что сегодня будем делать? Сегодня будем знакомиться с людьми, со всеми. А потом дальше что ты с ними будешь делать? Дальше я буду с ними думать. Думать над коллаборацией. Вот такой вот плавный сегодняшний день. В принципе, много мы на себя не берем. В море, кто его знает, можно переусердствовать. Вот так вот выглядит часть нашего мерча, который мы здесь раздаем. Я вас прошу обратить внимание на то, как скоро инстаграмы киевских и белорусских девушек заполнятся фотографиями с Монако. Монако, 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 заебался, однако. Монако, 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 опухла шпага. Хожу на шопинг и курю кальяны. И каждый день со мной то футболисты, то джиганы. Никто не имеет ни единого понятия вообще, куда идти. И вот все эти люди, вот мы, я себя сейчас ощущаю, как, знаете, банда китайцев в Москве, которая за зонтиком ходит цветным. Хочу-хочу-хочу-хочу. В общем, что я хочу сказать про Монако. Мы сюда только высадились и сразу уже стало неинтересно. Блин, здесь энергетика совершенно не та. Я не знаю тех людей, которые хотят все продать там и переехать сюда, типа, бросить загнивающую Россию для того, чтобы здесь просто заниматься гедонизмом, морально разлагаться. Такие люди, я не понимаю, как люди. Мне нравятся очень энергичные люди, деятельные, которые готовы рисковать. Ну и, блин, я не знаю, мне не кайфово. Кто-то пошел в Никит Бич, кто-то еще куда-то, какие-то клубы, рестораны. Я, наверное, пойду поработаю. Все-таки завтра выступление и лучше подготовлюсь к нему. Пока покидаем загнивающую Европу, едем на свой интернациональный корабль. Есть паруса! Давай кочегар, больше дыма! В круизе была одна очень прикольная ситуация. Я должен был выступать. И меня поставили на соседний стейдж, то есть в одно и то же время вместе с Макафи. Естественно, весь народ пошел на Макафи. И когда я пришел на свое выступление, получилось так, что там было пять человек. И я в итоге даже и не выступал. Но есть два хороших прюса. Я подготовил презентацию. И я ее выложу на канал. И будет отличное выступление. Возможно, даже когда вы уже смотрите это видео, оно уже будет на канале. Так что, если вы не смотрели, переходите. А если его еще нет, то очень скоро оно будет. Второй день на круизе. Пока все бухают, бегают по 10 километров. На самом деле так. Если здесь побыть, вроде бы все было окей. Но мне скучно. Короче, хочу показать. Вообще организовать такое шкономикурятие суперсложно. И, блин, ребята реально молодцы, но очень сложно. Короче, хочу показать, что они сделали. Каждый номер принесли всякие штуки. Сейчас камеру только. Возьму камеру в рот. Эмерджинси кит. Окей. Что это такое? Игорь Мейстер, таблетка от головы, пластырь, тампон. Это Роману Вишневскому. Тест на беременность. Тоже его. Где эти? Почему нету гональных шариков? Вроде все... Я тут подумал. Сегодняшний вечер может стать еще интереснее. С помощью этого. Карандаш. Принимать решение. Носки на 4 дня. Тапочки всякие, мерч тоже. Ну, блин, круто. С презервативами теста на беременность вообще топ. Молодцы. Кто-то стучится. Интересно, кто там. Ну нахер. Я такого не видел еще, Роман. Я тоже первый раз. А, какие у нас там были фуроры? Надеемся, что вы произведете фурор. Так, дискотека уже ебашит вовсю. Ух, сейчас посмотрим, как там жгут. Всем блокчейн. Всем блокчейн. Всем блокчейн. Так, начало конференции через 15 минут. И, знаете, самое интересное. Люди, они решили приготовить спикеру сюрприз, который первым будет выступать. А он придет, типа, блин, а где все такие? Они такие, сюрприз. И выбегут изо всех сторон. И его напугают. Он обрадуется. Ему будет весело, интересно. И потом начнется представление. Вот это настоящее шоу. А теперь серьезно. На самом деле, все настолько насрать на конференцию, что на Майнстейдже сейчас вступает через 10 минут Роджер Вер. И я сходил на Майнстейдж. Там людей вообще нету. Просто нет ни одного человека. Снаружи на Вера. Биткоин Иисуса. Расхитительницы. Гробниц. И их горячих кошельков. Всем просто насрать. Может быть, вампиры в обрак не сожрали всех людей, пока я спал. Потому что на завтраке тоже никого нет. Вступление Роджера Вера не провалилось. Они принесли манекенов из торгового отдела. И посадили в первый ряд, чтобы видели, чтобы хоть кто-то сидит там. Привет, Леш. Как Бернинг Мэн был? Отличный. Я просто был в абсолютном шоке. Совершенно не ожидал, что так будет. Я ожидал всякого, но было еще мощнее. Три вещи, которые тебя больше сопроводили? То, что ничего не купить за деньги. Невероятная открытость людей и невероятно красивый арт. Там были огромные самолеты и огромные рыбы. Просто невероятно. Когда уезжал с Бернинг Мэн, у тебя какая-то перезагрузка произошла? Хотелось сдохнуть на самом деле, потому что хотелось поспать на чистом, на твердом и помыться. Вот такая была перезагрузка, но уже через день я понял, что я точно поеду снова. А в Москву когда? В Москву где-то числа 15-го. Мы с тобой на Крузе сейчас довыступим, если кто-нибудь придет на наши с тобой лекции. Ну, сейчас ты, подожди, в зале... Ладно, а когда токены покупать нужно какие-нибудь? Когда вы считаете, что вы готовы расстаться с деньгами, тогда можно покупать токены, начать с этого. Ну, уже можно покупать, я думаю, что все проведет уже достаточно и больше, чем еще в два раза, наверное, не упадет в ваш портфель, если там будет хотя бы 50% битка. А биток будет расти? Да, будет. Все будет хорошо. Так это были советы... Уже его спикеры. Это были советы от Алексея Антонова, который знает, о чем говорит. Высадились на Ибице, и здесь какой-то кипиш с заселением. Что-то непонятно, кто куда. Такие вот эти автобусы. Да, в итоге на автобус мы не поехали, взяли такси. Пришлось самим все упереть. И сейчас вроде как должно уже добраться. Тебе понравилась поездка? Да, замечательно. Ты вчера выиграл в покер? Нет. Расскажи про историю с Макафи. Расскажи. Да, надо больше расскажем. Точно расскажешь? Да. В следующей серии? Да. Смотрения продолжаются. Мы попали в какой-то дом. Это не ресепшн. Но Роман Мишневскому здесь уже понравилось. Вот так это все выглядит. What the fuck? Вот это хорошо. Как красиво. Ну, тут что-то. Какие миленькие маленькие собачки. Надеюсь, что это не собачки-убийцы. Как из какого-нибудь фильма про дом с непонятными людьми на Ибице. А вон еще одна собачка-убийца. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ром пока решил обдумать план. как делать как действовать дальше задумался и уснул и снится ему макапи в красных труселях который махит покупать bitcoin кэш привет всем сегодня третий день на ипице и в этот день после конференции компания трейдерс является спонсором одного из катамаранов вот у всех такие красненькие браслетики и мы идем на катамараны то есть на конференции было несколько спонсоров маранов то есть они раздавали тем людям которые хотели пригласить эти браслеты и соответственно все разделены по группу по моему штук 5 катамаранов у нас вроде как самый большой не знаю получится самый хороший то что очень узкие дороги автобус никого не ждал мы пришли сразу поехали и катамаран тоже никого не будет ждать и у нас девчонки опоздали должны будет перфоманс делать но он петь еще там надеюсь что они придут девочка укусила опасное животное и осталось 15 минут всего роман попустил лодку потому что он потерялся но оказывается роман взял еще другую лодку для того чтобы достигнуть нас будет очень модную лодку очень быстро илья и вот последний день конференции завтра уже все расскажи как ты оцениваешь конференцию что можно было сделать лучше что хуже и какие планы на будущее это антиконференция планы на будущее сделать еще более антиконференцию на которой люди будут сближаться общаться строить настоящие серьезные глубокие искренне деловые отношения похоже на бдсм конференцию отчасти какое следующее место было дубай сейчас и биться то есть куда футурама поедет в следующий раз есть идеи про порта рико не буду скрывать брок очень настаивает и желает но я поддерживаю отчасти есть другие интересные локации в азии в том числе филиппин и манила скорее всего борта рико будет что-то еще какой-то третий вариант и далее наш децентрализованный орган найдет оптимальное решение и надеюсь вы поддержите нас конечно поддержит а от себя хочу сказать то что я сегодня в принципе сдал это вопрос многим участникам и кажется что никто не пожалел о потраченных средствах то есть все может быть были выше ожидания может быть еще что-то но все в целом довольно это самое главное мне кажется моим моей фокус-группе все в восторге в восторге возможно это смотря в какое время замерять фокус да если принципе замерять фокуса где-то в три часа утра на вечеринке я думаю что это максимальный пик восторга где-то начинается 2 2 2 лет я дашь из крипто фрэнс я в крипте где-то два с половиной года и год назад открыл свою компанию крипто фрэнс с тремя друзьями и все бенч . все бенч это платформа предоставляющая возможность двум комьюнити коммуницировать на ибице уже три дня на футурами это очень весело точно продуктивно классные люди мы только приехали из барселоны с блокчейн круиза с коинсбанком тоже было здорово вообще разный формат при этом люди многие пересекаются но в общем короче мне очень понравилось и там и здесь вот на футурами мы сейчас на вечеринке от автопати закрытие я сегодня переживала жутко потому что ходила футболки целый день работала даже волосы потом мне века подарила на крик на лоб налепила ясок что все в маркете пошла платье купил очень все сложилось мы тусим на закрытие в дарает здесь прям можно купить вещи это же видел я сегодня какая-то ну короче хоть не ходила футболки в шорты бензов там что-то делала да мне подарили вот такую замечательную штуку да их всего шесть штук шесть штук одна есть у брока пирса края у меня у эрика бенса у тебя и у мигеля волоска это нормально очень везет большое спасибо все на самом деле обычно тусуются на танцполе или бара но весь прикол что на таких таких локейшен ах есть реально очень специальные места которые не для всех вот например если вы сюда придете и посмотрите то эта проекция на мозаику и это выглядит просто невероятно красиво то есть вроде бы ничего особенного но люди которые это создавали они делали это для чего-то чтобы это заметили чтобы заметили это не все и когда ты типа понимаешь что они сделали оценил их старания ну потому что достаточно сложно смотрите эти проекторы висят получается очень круто и искусство финансы а еще они идут как бы от масс-маркета потому что она плохой они идут в более какие-то эксклюзивные вещи и здесь нет ни одного человека и я готов поверить что ни один человек сюда больше не придет ну вроде вот и все крипто концлагерь закончился мы выжили попробуем выжить следующий раз наибице было все по-другому очень чувствовалось а именно знаете дух блокчейна там и криптовалют потому что народ туда приехал больше своей части классные и они создавали атмосферу и нетворкинга и вечером отдыха были супер классные вечеринки очень вкусная еда весь день были с утра до вечера выступлений ты мог абсолютно спокойно где-нибудь валяться на пуфик или на диване смотреть выступление пить вино наслаждаться погодой и это было идеально и ребята были все позитивные блин вот это на самом деле очень редко ты приходишь когда на какую-то конференцию за москве или где-то в берлине в лас-вегасе еще что-то там сингапуре там все какие-то знаете уставшие и суетные то там было все спокойно люди сами шли на контакт все общались все было интересно мало кому кто-то что-то пытался продать понимаете это не было ощущение этого цыганского подмосковного рынка когда тебя пытаются что-то впарить все было очень клёво и я очень надеюсь что на следующую конференцию я тоже с футурами попаду большое спасибо команде которая с нами ехала они всех поразили то есть были девчонки в разных костюмах и бренд ютекса и юнайтед трейдерс мы там прокачали очень мощно вот в этом мерче которого видите мерч ходили все все понимаете приходишь на конференцию там 400 человек и каждый второй ходит в этих футболках это ли не круто то есть это бесплатная просто реклама и все все запомнили и юнайтед трейдерс и ютекс и осталось я надеюсь чуть 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 времени когда мы уже запустим нашу биржу и туда сразу присоединиться огромное количество народу потому что эта площадка где можно использовать свои скиллы для того чтобы заработать деньги это прикольно похоже все эти видео все больше мне напоминает когда один сижу разговариваю с камерой какую-то вообще исповедь вроде все исповедовался